Спасибо огромное за такое представление. Рад всех видеть. Благодарю организаторов конференции за возможность принять участие в столь интересной секции. И доклад на такую очень спорную тему. И когда я начинал к этому докладу готовиться, у меня было даже такое некое недоумение, о чём мы будем с вами говорить, говоря об адевантной терапии рака пищевода. Ну и так, как предполагается интерактивное голосование, я, правда, не очень знаю, как это будет технически, вот вопрос для голосования на экране. Нужна ли адевантная терапия при операбельном раке пищевода? И варианты ответа «нет, не нужна». Да, нужна в формате химиотерапии. Да, нужна в формате лучевой или химиолучевой терапии. И да, нужна в формате иммунотерапия. Ну вот, пока наши коллеги и участники конференции голосуют, начну говорить о своих мыслях, о своих представлениях. Когда мы с коллегами обсуждали клинические рекомендации, в том числе по лечению рака пищевода, собственно говоря, на эту тему не было ещё буквально года полтора-два больших дискуссий, потому что у всех было единое мнение, что если мы говорим про рак пищевода, то про адевантную терапию при данной локализации мы не говорим. Мы говорим про предоперационную и химиолучевую терапию для плоскоклеточного рака и аденокарциномы. И если мы говорим про аденокарциному нижней трети пищевода и пищеводно-желудочного перехода, здесь мы ещё обсуждаем варианты переоперационной химиотерапии как по протоколам лечения рака желудка. Очень интересные результаты голосования. Я думаю, что мы их сравним с теми результатами, которые мы получим в конце нашей с вами небольшой дискуссии. Но, честно говоря, для меня несколько неожиданно. Особенно такое большое предпочтение в сторону адювантной, именно адювантной лучевой и химиолучевой терапии. Но давайте посмотрим, что у нас есть на сегодняшний день. Возвращаясь к рекомендациям НССН, появилась такая опция, как адювантная терапия неволумабом у тех пациентов, которые получили химиолучевую терапию, дальше получили R0-резекцию, и при этом есть остаточная резидуальная опухоль, то есть с отсутствием полного патоморфологического ответа на проведённую химиолучевую терапию. Ну и в качестве послеоперационной терапии рассматривается опция применения пероральных второперимединов ракцалеплатина либо внутривенных второперимединов у категории аденокарцинома. Если мы посмотрим на рекомендации ЭСМА, то здесь есть вариант переоперационной химиотерапии. Если мы посмотрим на наши последние клинические рекомендации по лечению рака пищевода, то на основании исследований Checkmate 577, так же, как и в рекомендациях НССН, на сегодняшний день есть опция применения бадювантиневолумаба у той же самой категории пациентов. Это пациенты, которые получили предоперационную химиолучевую терапию, которым в последующем была выполнена радикальная операция R0, и при этом при изучении дискологического материала не отмечается полного патоморфологического ответа. Вот в этой группе показана дополнительная бадювантная терапия ингибиторами контрольных точек иммунного ответа. Если мы посмотрим вообще на интерес к этой теме, то также следует отметить, что в последние годы количество публикаций, причем различного уровня, и публикаций в виде отдельных кейс-репотов, и в виде клинических исследований, и даже в виде анализов, в последние годы не уменьшается, и интерес к этой проблеме остается на довольно большом уровне. Что же мы имеем из анализа различных международных исследований? Вот если вы посмотрите на этот метаанализ 2018 года, то видно, что в принципе данные по предоперационной и переоперационной адювантной терапии, на адювантной терапии выглядят более убедительно. Если мы говорим именно про адювант, в классическом его представлении, те пациенты, которые получили дополнительное лечение после радикального хирургического лечения, то при аденокарциноме данные выглядят довольно убедительно и проявляются в виде прибавки 11-15% отдалённых результатов и практически двухкратное уменьшение локорегионарного рецидива. А вот данные по плоскоклеточному раку пищевода, они гораздо скромнее. Хотя при этом есть одно исследование, правда, на небольшом количестве пациентов, по 120 человек в каждой группе, которые показывают тоже плюс 9% увеличение отдалённых результатов, но в этом исследовании смущают очень большое количество локорегионарного рецидива, составляющие 80-86% соответственно. Но буквально от исследования 2019 года по послеоперационной адювантной химиотерапии именно плоскоклеточного рака, и мы видим, что в данном исследовании была показана эффективность адювантной полихимиотерапии в подгруппе пациентов с N-плюс статусом. Ещё раз говорю, это такая вот отобранная группа пациентов, это именно плоскоклеточный рак, и та группа, где по результатам гистологического исследования были верифицированы позитивные лимфатические узлы, вы видите, статистически достоверная разница в пользу проведения в последующем, после операции, химиотерапии. Что касается адювантной лучевой терапии, тоже на сегодняшний день есть небольшое исследование, ну как небольшое, по 270-220 пациентов соответственно, которое показывает, что в целом в группе, в общей группе разницы в пятилетней выживаемости не получена, и разница не достигнута, хотя при этом, посмотрите, что в группе хирургического лечения пятилетняя выживаемость была 31%, в то время как в группе хирургического лечения с последующей лучевой терапией она оказалась 41%, то есть 10% разницы, но мощности исследований не хватило для того, чтобы цифры достигли статистической значимости. Но когда в этой группе выбрали пациентов с третьей стадией заболевания, вот здесь и разница уже практически более чем в три раза, и различия оказались статистически достоверными. Метаанализ довольно большой, 32 исследования, более 6 тысяч пациентов, 2,5 тысячи практически хирургического лечения, 1300 группы неодювантного лечения, и более 1000 пациентов адювантной терапии, различные варианты, химиотерапия, лучевая терапия, химио-лучевая терапия. Ну и в целом результаты метаанализа показали преимущество неодювантного подхода в сравнении с адювантной терапией, и в том числе и это исследование было основой тех клинических рекомендаций, которые транслируются и в Соединенных Штатах Америки, и в Европе, и в нашей стране. Но в 2020 году вышел другой метаанализ, основанный на 32 исследованиях, и здесь уже почти 8 тысяч пациентов включено в это исследование. Из них 25 сравнивают неодювантную и адювантную терапию с хирургическим лечением, и 7 исследований конкретно сравнивают неодювантную терапию с адювантной. Что мы имеем из этого метаанализа? На основании этого анализа неодювантная терапия обладает преимуществами по таким показателям, как общая выживаемость в сравнении с адювантной, по частоте местного рецидива и по частоте R0-резекции, что естественно, потому что проведение неодювантной терапии способствует даунстейджингу и более комфортному условию проведения операции. Более того, было показано, что проведение неодювантной терапии не увеличивает риск такого грозного осложнения, как недостаточность анастомозов. Опять-таки, вот эти данные свидетельствуют в пользу того, что неодювантная терапия на сегодняшний день обладает более интересными опциями и является более оптимальным подходом. Но при этом во всех исследованиях отмечено, что проведение неодювантной терапии увеличивает послеоперационную летальность в сравнении с подходом хирургическим с последующей неодювантной терапией. Ну и, наверное, самое крупное и самое большое исследование, на котором надо остановиться, это исследование Checkmate 577-10. Я не буду очень подробно на нем останавливаться. Оно показало эффективность применения неволумаба у пациентов, еще раз повторюсь, те, которые получили химио-лучевую терапию с последующим хирургическим лечением, и те, у которых при гистологическом исследовании была отмечена остаточная опухоль. Ну и, как вы видите, медиана выживаемости фактически в два раза превышает 24,4 месяца по сравнению с 11 месяцами в группе применения плацебо. Что и явилось основанием для регистрации данного подхода в клинических рекомендациях, это получило отражение и в рекомендациях НССН, и в рекомендациях Русска. Уже говорили сегодня о том, что и рак желудка, и рак пищевода характеризуются на сегодняшний день тем, что это неоднородная группа пациентов с большим количеством различных генетических изменений, и, возможно, дальнейшие исследования в этом направлении будут направлены на более подробное определение тех показаний и тех подгрупп, в которых тот или иной подход является наиболее оптимальным. И вот здесь на слайде коротко представлен обзор всех тех исследований, которые на сегодняшний день проходят по адювантной терапии при раке пищевода. Их огромное количество, более там практически пяти десятков. Это часть исследований первой и второй фазы, но есть и исследования третьей фазы, и мы ожидаем в какое-то ближайшее время появление более подробной информации по необходимости применения различных вариантов адювантной терапии при данной локализации. Ну вот и сейчас я повторно бы хотел собрать мнение специалистов относительно, изменились ли ваши отношения к тому, нужно ли на сегодняшний день проводить адювантную терапию при операбельном раке пищевода. Я думаю, что голосование повторное и посмотрим, насколько изменились наши подходы. Результаты голосования готовы, выведены на экран. Позвольте их озвучить. Нет, не нужна адювантная терапия. 33 процента. Да, нужна химиотерапия. Также 33 процента участников. Да, нужна химиотерапия, лучевая терапия, химиолучевая терапия 11 процентов. И да, за иммунотерапию 22 процента голосов. Ну, довольно существенно менялись результаты вот в результате нашего общения. Ну и тенденция пока на сегодняшний день действительно ощущение, что неадювантные подходы в плане отдаленных результатов, в плане локорегионарного контроля, в плане частоты выполнения R0 визекции выглядят наиболее предпочтительными, чем подходы адювантные при раке пищевода. Ну и, наверное, иммунотерапия – это та новая опция, которая у нас появилась для наших пациентов. Хотя вот с другой стороны, те пациенты, которые по какой-то причине не получили неоадювантного лечения, в принципе, наверное, к ним надо более внимательно, индивидуально относиться в плане выбора той категории, у которых дополнительное лечение может быть обсуждено на мультидисциплинарном консилиуме. Вот, наверное, такие мои комментарии по этому поводу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...